Римская Дервин осаждает в кубке. Рома против Лацио. Первая игра завершилась со счетом 2-0 в пользу Лацио. Теперь матч пройдет на стадионе Ромы. Топ-3 моей ставки на этот матч. Первая ставка это победа Ромы за 1-81. Сначала объясню эту ставку, затем также расскажу про две другие, у которых очень большой коэффициент. Ну а первый фактор мотивации. Лацио в этом матче не нужно побеждать. Лацио уже выигрывает 2-0. Соответственно, основная задача это сохранить свои вороты в неприкосновенности. Несмотря на то, что это ожесточенное дерби, я уверен, что Лацио не будет бежать вперед и будет стараться сыграть максимально аккуратно в обороне. Потому что самое главное в дерби это победить в дерби. Поэтому задачи Лацио здесь как можно меньше пропустить. Что касается Ромы, то конечно Лацио для них стал таким раздражителем после первой игры. Все-таки главный клуб в Риме считается именно Рома. И вы наверное все знаете, как реагируют итальянские фаны на проигрыш в дерби. Здесь Рома будет рвать и метать, чтобы победить. И учитывая то, что Рома все-таки, если адекватно оценивать команду выше классом, чем Лацио, у Ромы собраны футболисты, которые выше качеством. Поэтому здесь конечно Рома имеет определенный перевес. Если даже взглянуть на таблицу серия, Рома уверенно идет на втором месте. Лацио тоже играет в этом сезоне очень добротно. Идет на четвертом месте. Но от Ромы все-таки есть отставание 8 очков. И если взглянуть на истории этих дерби, то конечно же Рома имеет здесь большой перевес. Если не считать проигрыш в первом матче на кубок, то до этого все четыре встречи уверенно победила Рома. Причем три из них были в гостях у Лацио. 2-1, 4-1 и 2-0. И на самом поле Рома также 2-0 победила. Причем да, я здесь употребляю слова в гостях и у себя. По сути, Рома будет играть действительно у себя. Когда я делал прогноз на матч Ливерпуль против Эртни, я сказал, что Ливерпуль играет у себя. И будет иметь тем самым преимущество. Мне в комментариях кто-то написал, да ты что, это же дерби, они из одного города. Здесь важно понимать, Италия, Англия это не Россия. В России домашний перевес команд обусловлен еще и тем, что допустим может быть такая ситуация, когда команде нужно лететь из Владивостока или Хабаровска в Москву. И таким образом, преодолев это расстояние, команда будет чувствовать лишнее утомление. И это скажется на их игре. Что касается таких маленьких стран, как Италия и Англия, там все города находятся относительно рядом. И поэтому, что хоть Ливерпуль играет с Эртом, что хоть Ливерпуль играет с Манчестер-Сити, на самом деле там без разницы. Я сам был в Англии и там из Манчестера Ливерпуль, если меня память не изменяет, можно доехать за час. Но каков фактор именно своего поля в этих встречах? Во-первых, Рома поддержит гораздо больше болельщиков. То же самое касалось тогда и Ливерпуля. Они будут безусловно гнать команду вперед. И самое главное еще это Аура. Аура стадиона. Это твое поле. Мы здесь хозяева. Мы здесь хозяева не потому, что вы приехали из другого города, а мы здесь хозяева, потому что это наш стадион. Мы здесь тренируемся. Здесь везде написано Рома. Это Аура, это определенная атмосфера, которая заставляет так или иначе команда, когда играет на самом стадионе, бежать вперед. Ну и плюс, опять же повторюсь, уровень мотивации у Ромы выше. Латсу можно проигрывать 0-1, это их устроит. Рома высшей классом команда. Рома в данном дерби играет гораздо лучше. Кстати, в матче-чемпионате в первом туре на стадионе Латсу Рома победила 2-0. Поэтому здесь я, верно, ставлю на 1-81 на победу Ромы. Вторая ставка, это сухая победа Ромы. И почему я решил взять эту ставку? Потому что коэффициент 3-86. Это реально огромный коэффициент, который просто-напросто вводит людей в заблуждение. Как люди думают, ага, это дерби, значит, будет какая-то гиперразъяренная борьба. Обе команды побегут вперед, будут забивать и те, и другие. Да куда там, друзья? Смотрите на то, как зарешились матчи между этими двумя командами. Недавно в марте Латсу на своем поле победила 2-0. То есть тоже сухая победа. И Рома не смогла забить. До этого, в первом круге этого чемпионата, Рома победила 2-0. Причем на стадионе Латсу. Вроде бы тоже дерби. И вроде бы Латсу там нужно было забивать больше, чем сейчас. До этого была победа Рома, опять же, на стадионе Латсу со счетом 4-1. И последний матч на стадионе Ромы завершился 2-0 в их пользу. То есть, условно, в трех из четырех последних встреч между этими двумя командами прошла сухая победа. А в двух из четырех прошла сухая победа именно Ромы. Поэтому, когда я вижу 3-86, я не совсем понимаю. Учитывая то, что Рома в этом сезоне достаточно хорошо играет в обороне, в 15 домашних встречах, Рома держала сухую победу в 7 из них. То есть, практически в 50% встреч. Здесь, опять же, Латсу не нужно забивать, они будут думать об обороне. Плюс мы понимаем и то, что Роме также нужно очень и очень организованно сыграть в защите. Почему? Потому что, если они пропустят от Латсу, им нужно будет уже забивать 4 мяча. Победа со счетом 3-1 их уже не спасет. По забитому мячу пройдет дальше Латсу. Поэтому, самая даже главная сдача Ромы здесь, это не пропустить. Потому что забить два мяча, они, в принципе, всегда успеют. За 90 минут это можно сделать на своем поле. Сейчас Рома выиграл как раз со счетом 2-0. Вот против Эмпли, предыдущей встречи, римляне как раз таки и победили 2-0. И я говорил вам про то, что 7 сухих побед у Ромы было. Вы можете подумать, а, да, наверное, игрались с какими-то левыми командами, которые просто умеют забивать. Да куда там? Победили Милан на своем поле 1-0. Победили Ферентину на своем поле 4-0. То есть, это топовые команды, которые не хуже Латсу. Особенно Ферентина, хуже своей формы. Да, можете сказать, что Латсу находится в хорошей форуме. Последних 8 встречах они даже не проиграли. Но давайте посмотрим последние 10 встреч Латсу. Команда уступила в гостях у Ювентуса 2-0. Кстати, 2-0, чувствуете, да? 2-0, сухая победа Ювентуса. Проиграла затем на своем поле Киева 0-1. Согласитесь, далеко не самая серьезная команда. И потом, да, было 8 встреч без поражений. Но с кем играл Латсу в этот момент? Сыграли на своем поле с Миланом 1-1. Это ли такая непобедимая команда, которая на своем поле с Миланом играет 1-1? Милан при лучшем туре даже Пескару не смог убедить, которая уже вылетела давно. Дальше Латсу в гостях победила у Эмпели 2-1. Эмпели, которая тоже идет в аутсайдерах. На своем поле Латсу победил у Удинеза 1-0. 1-0 у Удинеза, которая уже лишилась турнирной мотивации и всего лишь 1-0. У Болонии 2-0. Тоже, что это за команда? Серьезная команда, что ли? Да нет, конечно. У Торино 3-1 на своем поле победил у Торино 3-1. Торино, команда, которая в гостях вообще не умеет играть, побеждает исключительно на своем поле. С Калери в гостях 0-0 сыграли. Калери команда тоже, которая находится в нижней части таблицы. И победили в прошлом туре у Сосула 2-1, когда проигрывали 0-1 и еле-еле на последних минутах смогли победить. Не знаю, может быть думали в тот момент уже о матче с Ромой. Хотя вряд ли, им в чемпионате нужно прибавлять и прибавлять, чтобы попасть в зону Лиги Чемпионов. То есть здесь не стоит переоценив Лацо, поэтому я считаю, что победа Рома за 1-81 это очень добротный коэффициент. Победа Рома с сухим счетом за 3-86 это очень крутой коэффициент. Я обязательно также поставлю на это событие. Ах да, и третья моя ставка это победа Рома плюс тотал меньше 3-5. Коэффициент 2-91, практически 3 коэффициент дается на это событие. Ну-ка еще раз взглянем на историю встречи между этими двумя командами. В последних 5 встречах тотал меньше 3-5, прошел 4 из них. Также в 4 из 5 последних встречах, как я уже говорил, Рома победила у Лацо. Неужели на такое событие нужно давать коэффициент 3? Я ставил на матч Наполе против Ювентуса, обе забьют плюс тотал меньше 3-5. Коэффициент был 3 ровно. И коэффициент этот достаточно спокойненько зашел, 1-1 сыграли. И Лацо в гостях это не результативная команда. Тем более, опять же говорю, здесь я ожидаю то, что они даже вообще не забьют. Им не нужно забивать. Они будут стараться сохранить ворота в неприкосновенности. Рома будет тоже аккуратно играть в обороне, но при этом будет, естественно, пытаться забить мячи. Но то, что Рома забьет 4 мяча, я в это тоже абсолютно не верю. Поэтому здесь я считаю, что победа Рома плюс тотал меньше 3-5 это очень хороший став. Как вы видите, ставки они примерно однотипные. То есть везде есть победа Ромы. Поэтому как здесь нужно ставить? Допустим, вы собираетесь поставить 4000 рублей на данный матч. Что вы делаете? Вы ставите условно 2000 рублей на победу Ромы за 1-81. Дальше примерно там 1200-1500 рублей на победу Рома плюс тотал меньше 3-5. И 500 рублей или 800 рублей, сколько у вас там осталось, вы ставите, соответственно, уже на победу Ромы с сухим счетом. Если вы ставите какую-то другую сумму, то примерно сохраняете такую пропорцию. Что ж, друзья, это были три моих события. Прогнозы на матч Рома-Латсу. Я считаю, что они вполне актуальны. И также ждите еще один мой прогноз на завтрашние матчи, где Мачестер Юнайдер примет Эртон. Больше прогнозов на завтрашний день я давать не буду. Также запишу прогнозы на матчи послезавтра. И чуть позже также появятся прогнозы на матчи Лиги Чемпионов. Возможно, на завтрашний матч я еще выложу прогнозы свои в своем паблике. Потому что, безусловно, я буду ставить на достаточно большое количество матчей. Но, к сожалению, записать видеороликов много не смогу. Всем успехов. Если вы хотите, чтобы было больше видеороликов, ставьте лайк под это видео. Обязательно подписывайтесь на канал. Это главный мотиватор, чтобы записывать видео для вас. Ну и, как я и сказал, переходите в группу, а Вось перепадет. И я выложу там еще и другие прогнозы на завтрашний матч. Всем успехов и до новых встреч. Напоминаю то, что в своих прогнозах я всего лишь выражаю свое собственное мнение. А не призываю вас на что-либо ставить. Поэтому, в идеале, вы должны сформировать свое собственное мнение. Футбол, он тем привлекательен, что порой в нем происходят неожиданные события. Поэтому, иногда, даже самый разумный прогноз не всегда может зайти. Но на дистанции я в плюсе. Чего желаю вам? Ставьте с умом. Успехов вам!